Постановление главы администрации Игоря Оленёва о проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Верхнесалдинского городского округа, проще говоря о проведении субботника, вышло 17 апреля 2014 года. Постановление главы о проведении акции «Чистый город» подписано. С 21 по 26 проводятся работы по очистке города. 26 объявлено днём субботника по очистке прилегающих территорий, дворовых территорий. Территории, в принципе, все известны, потому что это исторически сложилось, уже все знают. К жителям города просьба выйти, навести порядок на дворовых территориях, придворовых территориях. Всё зависит только от нас. Чем лучше мы поработаем, тем чище город будет. Объём работ, который предстоит выполнить, впечатляет. Это и уборка слежавшегося за зиму мусором, сухостоя, земли с проезжей части дорог и тротуаров. Среди других видов – прочистка сточных канав, побелка бордюров, подрезка веток, деревьев и кустарников, ремонт турн и скамеек. За каждым предприятием, учреждением, организацией закреплена своя территория. Например, для уборки сквера, труда и победы привлекут учащихся школ и студентов, техникумов. Уборку вокруг предприятий, в том числе корпораций в СМП «Ависмо», предстоит выполнить их сотрудникам. Включены в список уборки территории нового и старого кладбища, гаражно-строительных кооперативов, коллективных садоводческих товарищей. 29-30 числа комиссия будет объезжать территорию города для того, чтобы удостовериться в том, что жители города, организации города, обращаю внимание, организации города, выполнили свою работу по очистке города. Новость, скажем, такая. В этот раз будут составляться административные протоколы комиссии с выставлением реальных штрафов тем организациям, предприятиям, которые не выполнили работы по очистке территорий, которые за ними закреплены. Штрафы могу перечислить от 1000 до 3 физическим лицам, от 5 до 20 тысяч лицам, руководителям предприятий, либо предприятиям от 25 до 100 тысяч. По традиции, полное содействие по организации «Субботника», включая выдачу инвентаря и последующий вывоз мусора, будет оказывать управление жилищно-коммунального хозяйства. В остальном дело за малым, чтобы на призыв власти откликнулись солдинцы, которые любят свой город, заботятся о нем и берегут. И делают это, несмотря ни на какие штрафы, осознанно и добровольно.